Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Пара на диване. Сегодня мы продолжаем говорить о дизайне учебного контента. Во второй части видеопрезентации мы постараемся разобраться, как предусмотреть дизайн контента, максимально способствующий восприятию. В прошлой части мы рассмотрели, что есть F-образный шаблон. Вкратце напомним, что он был открыт в 2006 году. Именно по этому шаблону пользователи чаще всего сканируют страницу, а сканируют, а не читают ее целых 79% пользователей. По этой модели восприятие контента происходит в три этапа. Во-первых, взгляд сначала движется горизонтально по верхней части контента, затем взгляд перемещается чуть вниз по странице, и вновь исследуется материал по горизонтали, но уже поменьше. И, наконец, завершается изучение контента обычно вертикальным скольжением взгляда по левой части страницы. И этот шаблон напоминает форму буквы F. F-образное восприятие приводит к тому, что первые строки текста на странице получают больше зрительных фиксаций, и первые несколько слов в каждой строке также получают больше. В качестве противоязия или как противостоять этому шаблону можно выделить следующие рекомендации. Следует помнить о том, что пользователи, они прежде всего сканеры, и когда создаете свой контент, вы можете избежать негативных последствий, если будете придерживаться этого F-образного шаблона, например, проектировать текст сразу под сканирование, а не под чтение, и размещать самый необходимый контент как раз на линиях F-образного шаблона. Первые абзацы и первые слова строк, самые читаемые, значит, разместите важную информацию именно там. Если это слайд, разместите самое важное в верхнем левом углу. Вероятность, что там увидят информацию выше, нижний правый угол мало заметен, не размещайте важную информацию там. Используйте стиль обратной пирамиды, то есть принцип обратной организации текста. Начинать текст надо с выводов, самого необходимого знания, далее продвигаясь к подтверждающим данным, вспомогательной информации, контексту и менее значительным деталям. Этот стиль характерен для написания статей в журналистике. Направляйте читателя к информации, которую наиболее важно показать. Используйте содержательные заголовки и подзаголовки. Убедитесь, что они более заметны, чем обычный текст. Заголовки и подзаголовки должны отражать смысл следующего за ним параграфа или раздела. Желательно, чтобы первых двух слов было достаточно, чтобы понять смысл секции. Не используйте в заголовках и подзаголовках формулировки, не отражающие смысл или понятные только очень узкому кругу читателей. Сократите количество слов в тексте по сравнению с печатным форматом. По возможности исключите необязательное содержание. Ведь есть исследования, которые говорят, что те пользователи, которые все-таки читают с экрана, они читают медленнее на 25%, чем печатный материал. Делите текст на смысловые блоки. Для одного параграфа достаточно одной идеи. Используйте маркированные списки. Как этот. Используйте единые системы знаков. Важно, чтобы эти знаки были единообразными в вашем контенте. Например, вы могли успеть заметить, что в этой презентации также используется единая система. Зеленая галочка для рекомендации, красный крестик для обозначения того, что не рекомендуется. А вы, например, можете использовать восклицательный знак для обозначения важной информации или знак вопроса, чтобы предложить вопрос для обсуждения в форуме. Важно использовать выбранные знаки в одном качестве и во всех создаваемых материалах. Обеспечите единообразие. Подбирайте шрифт. Это не займет много времени, но может повлиять на восприятие ваших студентов значительно. Старайтесь использовать не более двух видов шрифта. Размер 10-12 уместен в учебных текстовых материалах. Помните, что студент при необходимости может самостоятельно увеличить шрифт. Обычные шрифты без засечек используются на экране монитора, засечками в печатной работе, так как засечки могут затруднять зрительное восприятие или отображаться некорректно. Выделяйте ключевые слова и фразы, выделяйте жирным курсивом, сменой шрифта, контрастным цветом, выделяйте размером, старайтесь не использовать подчеркивания. Это также затрудняет восприятие. Выравняйте текст по левому краю. Это облегчает восприятие. Почему? Потому что текст, который выровнен по центру или по правому краю, каждый раз необходимо искать начало следующей строки. Оно каждый раз разное. А в тексте, выровненном по ширине, расстояние между словами разное. И таким образом происходит поиск каждого последующего слова. Это замедляет чтение. Поэтому текст, выровненный по левому краю, читать легче. Помните про важность пустого пространства на странице. Будьте щедры на пустые пространства в организации своего материала. Речь о пространстве между элементами страницы, между блоками текста, между параграфами, между колонками, заголовками, изображениями. Также речь о пробелах, интервалах, отступах, полях. Хороший баланс пустого пространства и элементов привлекает внимание, способствует вовлеченности в чтение, улучшает восприятие. Руководствуетесь собственным пониманием восприятия. Взгляните на готовый материал с точки зрения удобства для глаз. Не переполнен ли экран, не перегружен ли. Возможно, стоит добавить больше пространства. Помните про важность достоверности публикуемых данных. Формируйте доверие читателя, указывайте авторство, размечайте ссылки на источники или дополнительные материалы. В текущей ситуации обилие разнообразной и часто противоречащей информации пользователь вынужден постоянно принимать решение, какой информации верить, чему авторству доверять и так далее. В качестве идеи, например, вы можете использовать такой прием. Публикуйте в ЛМС свой небольшой аватар или фотографию рядом с созданным вами текстом. Например, фото других авторов рядом с их материалами. Это поможет увеличить доверие студентов и предложенной информации. Избегайте рекламного стиля при написании таких слов, как «лучший из лучших», «первый в мире», «единственный». При увеличении они снижают доверие к тексту и замедляют восприятие, потому что у читателя автоматически возникает реакция «ну нет, это не так», потому что, например, авторы исследования, которые говорят об этом, они приводят такой пример. Вот текст вы видите на слайде, что небраска буквально переполнена международно признанными достопримечательностями. И первая реакция читателя «ну нет, это не так», и, соответственно, замедляется чтение, отвлекаешься от сути. Эффективнее будет перечислить эти достопримечательности, сделать ссылку на соответствующие статданные и так далее. Обязательно используйте изображения, но разумно и со смыслом. Они должны соответствовать образовательной цели, способствовать пониманию информации, максимизировать понимание, объяснять или, как минимум, способствовать вовлечению, но в любом случае иметь отношение к содержанию. Но помните, что декоративные изображения, не несущие никакой цели, затрудняют обучение, замедляют восприятие информации. Пытаясь найти связь между используемым декоративным изображением и материалом, студент может пропустить действительно важный материал. Изображение должно находиться рядом с соответствующим текстом или даже быть интегрировано с ним. Например, если вы используете диаграмму для визуализации данных, разместите по возможности название прямо на диаграмме, а не списком ниже. И изображение не должно содержать избыточных деталей, иначе внимание расходуется на изучение деталей, не относящихся к цели учебного материала. Вы обращали внимание, что инструкция Ikea содержит схематические рисунки, а не фото. Это позволяет им максимально эффективно донести до пользователя необходимую информацию. В целом, чем менее реалистичным выглядит изображение, чем меньше избыточных деталей оно содержит, тем оно легче и быстрее считывается. Помните, что это были только рекомендации. Доверяйте себе и своему собственному восприятию. Несколько ссылок, референсов, которые мы использовали. Будем рады предложить вам еще полезную информацию о дизайне образовательного контента. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!